О страшной трагедии, которая произошла 2 марта вечером в жилом комплексе «Фрегат» напоминают копоть, гарь, сажа и цветы, которые принесли в память о погибших детях. Возгорание случилось в одной из квартир на 21 этаже жилого дома по адресу Нейбута-6. По словам жильцов новостроя, сперва раздался взрыв. У меня находился ребенок и муж дома. Я подходила к дому, он услышал взрыв и сказал мне быстро вызвать пожарных. Я подошла к мужчине военному, он вызвал пожарных и все, они начали спускаться, все начали спускаться. А сигнализация сработала? Нет, ну не слышно было. Гула какого-то там, ничего. Я, получается, я услышала дым, потом смотрю за окном, черно все, залазив в группу, там уже люди пишут, у кого что произошло, что был за взрыв. Я поняла, что уже, ну что выяснять, надо выходить. По информации МЧС, сигнал о возгорании поступил в 19.28. Через 6 минут на место происшествия прибыли пожарные. Однако технике МЧС в буквальном смысле приходилось протискиваться к нужному подъезду, так как двор был в несколько рядов запаркован автомобилями. Да нечем тушить, не могут заехать машины. Бесполезными оказались и установленные в подъезде пожарные гидранты. Было слабое давление, говорят очевидцы. В итоге огнеборцы тянули рукава через лестничные пролеты. В ходе тушения было выявлено, что горит квартира на площади 40 квадратных метров. К сожалению, в соседней квартире были обнаружены два ребенка, которые были переданы скорую помощь и была конструктирована смерть. Соболезную семью, которая... Такая трагедия, это очень большая трагедия и хотелось бы, чтобы так у нас не было никогда. Со слов жильцов, дети, которые отравились угарным газом, находились в соседней квартире от места возгорания. Взрослых дома не было. По предварительной информации, причиной пожара могла стать индукционная панель. Сейчас на месте трагического инцидента работают сотрудники МЧС, следователи и прокуратура. По факту гибели двух детей возбуждено уголовное дело. Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Хочу обратиться к родителям. Ведь только вы способны заложить детей в фундамент безопасного поведения. Рассказать им об опасности и ни в коем случае не оставлять их без присмотра. К сожалению, не последнюю роль играет запаркованность проезда, от которого зависит реагирование пожарно-спасательных подразделений. Алина Черненко, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.